Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, напомню, 22 сентября, довольно холодно, 7 градусов всего на улице температура. А чему удивляться, сегодня последний день астрономического лета? Ну, уходило лето, да, но тем не менее, как-то оно ушло внезапно, еще два месяца назад мы жаловались на жару, а сейчас прямо мерзнем в квартирах и ждем, когда включат отопление. Ну, и поговорим мы сейчас, действительно, вот все ходят какие-то такие полупростуженные с насморком и чувствуют, что погода тоже как-то вот, ну, достаточно серьезный урон здоровью нанесла. Не говоря уже о коронавирусной инфекции, которая продолжает вот уносить жизни, и буквально, я думаю, что те, кто обычно следят за новостями, считают, ну, смотрят статистику, они, конечно, были шокированы тем, что вот коронавирус забрал жизнь уже даже 19-летней молодой женщины, которая находилась вот в отделении интенсивной терапии, к сожалению, с конца августа, но, к сожалению, вот так и не смогла побороть этого заболевания. И находилась она на последнем триместре беременности. Вот эта вот ситуация, действительно, коронавирус и беременность, насколько здесь вот опасно, действительно, заболевание для женщин, которые ждут ребенка, и что делать в этих ситуациях. Мы хотели эту тему затронуть и поговорить о ней более подробно с главой родильного отделения Центра Рижского роддома с Анной Масковой. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну, касаемо, во-первых, этого трагического случая, и случалось ли что-то подобное вообще? Есть ли какая-то статистика количества коронавирусных заражений относительно, там, общего числа беременных? Конечно, статистика это есть. Случай материнской смертности от ковида в прошлом сезоне уже был. Один случай, он просто прошел не так заметно, как этот, потому что слишком молодая была эта женщина, и всех это нас очень тронуло. Относительно заболеваемости ковидом среди беременных женщин, я сейчас не готова вам выдать точные цифры, я не знакома со статистикой, но должна вам заметить, что если мы возьмем просто наше отделение конкретное, то количество стационированных женщин позитивных на ковид-19 у нас резко увеличилось. Конечно, благо, что у большинства из них болезнь протекает в легкой форме, но мы уже никогда не знаем, как развернется событие. Беременные заболевают с такой же частотой, с какой заболевает вся популяция. То есть мы примерно можем перенести этот процент с общей популяции на популяцию беременных женщин. А скажите, пожалуйста, не уменьшилось ли количество беременных женщин с началом как раз-таки локдаунов, серьезных распространений ковида, потому что не стали ли люди бояться заводить детей в такое тяжелое, опасное время? Я поняла ваш вопрос. Мы тоже ожидали чего-то подобного. Может быть, в самом начале локдауна уменьшилось количество людей, становяющихся на учет, но сейчас мы можем сказать, что это число примерно такое же, какое было обычно. Нет, люди не стали меньше рожать из-за ковида, но нам нужно понимать, что в целом рождаемость будет падать, и она с каждым годом уменьшается не из-за ковида, а по совершенно другим причинам, просто потому что людей, женщин репродуктивного возраста становится меньше, и в целом рождаемость будет падать. Кстати, пользуясь случаем, мы, безусловно, приносим свои соболезнования родным и близким этой женщины. Скажите, есть же какие-то протоколы наверняка и в вашем центре, и в целом в роддоме, и по стране, которые, ну там, не знаю, как действовать в случае коронавируса, прививаться, не прививаться? Проводится ли разъяснительная беседа на курсах будущих мамочек? Конечно, спасибо большое за вопрос. Безусловно, рекомендации существуют, очень строгие правила, и у нас, и в целом. Мы всегда стараемся следить за современными тенденциями, и постоянно обновляемся в зависимости от рекомендаций мировых. Вы должны же тоже понимать, что ситуации настолько новые, что эти рекомендации, я сейчас имею в виду по эпидемиологической защите, когда все началось, менялись буквально каждые несколько недель. Вот. Относительно лечения я не буду ничего говорить. Естественно, оно стандартизировано и происходит в условиях уже сейчас понятных. Что касается просветительской работы, мы, конечно, стараемся много говорить. Мы стараемся... Я также являюсь представителем ассоциации акушеров-гинекологов. Мы уже весной опубликовали, опубликовали, присвелись наше мнение относительно того, что мы как ассоциация рекомендуем вакцинироваться во время беременности всем нашим беременным женщинам. Мы агитируем, мы разговариваем. Я, к сожалению, не могу говорить обо всех акушеров-гинекологах, к сожалению, потому что комментарии могут быть... Иногда мы слышим от наших пациентов разные. Но я хочу подчеркнуть, что ассоциация акушеров-гинекологов в Латвии строго рекомендует во время беременности вакцинироваться от коронавируса, а также от гриппа. Скоро у нас начнется сезон гриппа. В целом, если мы говорим о нашем родильном учреждении, то 20% беременных наших полностью прошли курс вакцинации. Конечно, это не так просто. Многие женщины переживают, боятся. В обществе эти мифы, конечно, распространены. Но все-таки, как мы знаем, вода, камень точно. А скажите, может быть, имеет смысл все-таки агитировать женщин вакцинироваться до того, как они решат завести ребенка, то есть не во время беременности? Конечно, спасибо вам за этот комментарий, безусловно. Наша позиция такова. Любая вакцинация должна быть произведена вне беременности, но для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно и больше ни о чем не переживал. Но если все-таки женщина беременная, и она не вакцинирована, то нам нужно понимать, что во время беременности некоторые заболевания протекают точно так же, как и вне беременности. Некоторые заболевания протекают легче, чем вне беременности. А такие заболевания, как коронавирус и, например, грипп, протекают сложнее. И если заболеть этими болезнями во время беременности, то количество осложнений увеличивается, нежели чем у небеременных женщин. Поэтому в данной ситуации по этим заболеваниям беременные женщины входят в группу риска, и если они не вакцинированы, им особенно актуально вакцинироваться. Вы говорили о различном восприятии. Я, к сожалению, вынужден процитировать несколько комментариев. Даже на нашем портале вчера, когда появилась эта трагическая новость, куча, куча, плохо сказал, куча, множество людей отреагировали, но ужасает сама направленность этих комментариев. Например, в Италии много случаев, когда после прививки у беременных случаются выкидыши, а последний шок после вакцины у кормящей матери умер ребенок. Вот, например, такой комментарий. Специально выдуманная история для того, чтобы мамочки беременные шли на вакцину, сейчас других болезней, как будто бы нет там тра-та-та, тра-та-та. То есть вот такое отношение. Что вы можете сказать таким, как бы так мягко выразиться, интеллигентно скептикам? Да, спасибо за это. Я вчера тоже почитала комментарии, как на разных порталах относительно этой статьи, хотя я всегда себе обещаю в последнее время не читать комментарии. Что я хочу сказать. Касательно этого случая, здесь нет никаких подводных камней, никакого заповора. Ситуация была. Никто ничем. Я даже прочитала, что женщина умерла от кровотечения, а врачи прикрываются коронавирусом, чтобы покрыть свои ошибки. Ну, пусть это останется на совести комментаторов. Мы все работаем по совести, и так, как мы работали, и ни один врач здравомыслящий не заинтересован в негативном исходе для своего процента. Что касается всех этих страшилок относительно вакцинации. Ну, на данный момент мы обладаем уже достаточной доказательной базой, научной, а не одна, как сказала, как нам известно, и эти научные статьи, это научная доказательная база, в серьезных журналах опубликованная, говорит нам о том, что первое, никаких последствий вакцинации ни у женщины, ни у плода не бывает. Я могу спокойно ссылаться на научные статьи сейчас, если хотите, могу переслать вам ссылки. Это первое. Второе. Вакцинация во время беременности происходит с меньшими сопутствующими проблемами, как то температура или плохое самочувствие после вакцинации. То есть беременная женщина легче приносит естественные жалобы, которые могут возникнуть после любой вакцинации. И ребенок защищен антитилами матери, которые вырабатываются в кровотоке матери и передаются ребенку во время беременности, а также с кормлением грудь. И вакцинация во время беременности не является чем-то новым, что произошло только сейчас. Например, мы уже очень давно во всем мире рекомендуем вакцинироваться от куклю с женщинами в третьем триместре с целью защитить именно ребеночка в первые три месяца жизни, пока он не вакцинирован от куклюша. И до того, как произошел коронавирус, никто даже не знал, что нужно бояться прививок во время беременности. А сейчас мы все об этом узнали благодаря вот таким вот комментаторам, которые ссылаются непонятно на что. Не, ну потому что на самом деле комментарии заставляют волосы вставать дыбом. Цитирую опять же. Сначала статья о том, что беременным надо вакцинироваться, теперь страшилки пошли об этом трагичном случае. И вот даже на секунду не верю от смерти от ковида, а в 19 лет смерть от ковида – это бред, да? Ну, ну, а у скольких женщин после укольчика происходит выкидыш. Ну, вот-вот-вот-вот. Сразу чувствуется отсутствие информации, в том числе, кстати, со стороны, может быть, вашего центра. Как-то надо больше использовать СМИ, например, радиоболтком. Да, хорошо, спасибо, мы будем иметь в виду. Спасибо за эту возможность. Мы уже хотим кричать из каждого холодильника и утюга об создавшейся проблеме. Еще раз хочу подчеркнуть для всех здравомыслящих людей, которые нас слышат, потому что боюсь, что не до здравомыслящихся мы и не докричимся. Касательно этой трагичной истории здесь нет никакого заговора. Эта молодая женщина тяжело заболела ковидом, и спасти ее, к сожалению, не удалось. Здесь можно придумывать все, что угодно. Мы эту историю знаем, так сказать, из первых рук. И здесь почему это так громко и почему мы кричим? Потому что никто не знает, как и по какому сценарию пройдет это заболевание. У кого-то оно происходит бессимптомно, окей, прекрасно, а у кого-то оно происходит вот так. И спасти человека бывает очень трудно. И нужно понимать еще одну вещь. Если человек в тяжелом состоянии попадает в стационар, у него есть шанс выжить. Как это нужно понимать? Это нужно понимать, что если я попала к своим коллегам, не к своим коллегам, в тяжелом состоянии в больницу, у меня есть шанс выжить. Если я туда не попадаю, шанса выжить у меня нет. Это не значит, что я могу довести свое тело до такого состояния, что меня нужно будет спасать, а меня обязательно спасут. Просто нужно понимать, что береженого Бог бережет, что лучше вообще не попадать в отделение интенсивной терапии. А прививка нас защищает именно от того, что мы попадём в отделение интенсивной терапии и умрём от ковида. Она нас не защищает от бессимптомного течения, точнее, защищает они так сильно. Да, мы можем заболеть в лёгкой форме, но она практически в 100% защищает нас от того, что мы умрём от этой болезни. То есть можно сказать, суммируя, резюмируя, что лучше для женщин, которые планируют завести ребёнка, всё-таки позаботиться о вакцинации заранее. Если не сумели, не успели, это можно спокойно делать во время беременности, то есть никаких угроз не будет. То есть ну вот как бы в такой суммарной форме. Именно так, такой вывод мы можем сделать. А имеет значение, какая именно вакцина? Там Pfizer, Johnson, Moderna? На данный момент времени, это очень хороший вопрос, нам нужно вот что выяснить. Если мы хотим быть абсолютно точными, то вот эти доказательные базы, вот эта доказательная база, о которой я говорила, относятся к МРНК-вакцинам. То есть это вакцина Pfizer, вакцина Moderna. Мы знаем, что эти две вакцины безопасны во время беременности. Этими данными мы обладаем, и эти данные опубликованы. Мы будем ждать публикации данных относительно других вакцин. Что касается других вакцин, то здесь нужно понимать, вакцинация и доступность вакцин зависит все-таки от географического региона. Где-то вакцинируют одной вакциной, где-то другой вакциной. Когда коллеги опубликуют свои данные, и мы будем знать, что и другие вакцины безопасны, мы будем рекомендовать другие вакцины. На сегодняшний момент времени в Латвии Ассоциация кушеров-гинекологов рекомендует вакцинировать беременных МРНК-вакцинами. Как можно оценить сейчас состояние здоровья женщин Латвии, которые попадают уже в родильное отделение, у которых протекает беременность, стали ли они более... Ухудшилось ли состояние вообще за какие-то последние годы тенденция? Спасибо большое за этот вопрос. Мы должны его рассмотреть в срезе времени. Если мы возьмем первородящую женщину 100 лет назад, то ей было лет 16-17. Если мы возьмем первородящую женщину сегодня, в среднем в Латвии, то ей 30 лет. То есть 15 лет разница между этими женщинами. И, конечно же, за 15 лет накапливается груз, заболеваний, лишнего веса и так далее. Именно поэтому нам нужно понимать, что сегодняшняя женщина, несмотря на то, что она рожает в условиях практически абсолютной безопасности в сравнении с тем, как она рожала 100 лет назад, и вероятность неприятных каких-то событий во время беременности и родов, даже если она имеет хронические заболевания, сведена к минимуму, то все-таки возраст дает о себе знать. И поэтому, если мы берем глобально, то, конечно, вывод такой. Конечно же, состояние здоровья может быть хуже. Чисто в силу возраста. Но, учитывая те условия 21 века, в которых мы существуем, возможности контролировать заболевания, возможности свести к минимуму все риски, то, безусловно, даже в 30 лет рожать значительно безопаснее и комфортнее, чем в 16 лет, 100 лет назад. Спасибо большое. Хорошо. Да, мы благодарим Анну Мыскову, главу родильного центра Рижского роддома, за исчерпывающую информацию, за этот длинный комментарий. Хорошего дня и поменьше проблем. Спасибо вам. Всего доброго. Да, что же у нас, как всегда, пауза, после которой новый гость. Поговорим о развитии туризма, несмотря на коронавирус, потому что, как ни удивительно, туризм развивается.